Водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения стал причиной крупной аварии на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского. Он не пропустил едущую по главной дороге Ладу Калина. В результате сильного удара Лада лишилась передней части. Мерседес вылетел с дороги на тротуар, лишь чудом не зацепив прохожих, и опрокинулся на бок. Пострадали два человека. О причинах и последствиях Илья Харудинова. 27-летний водитель Мерседеса успокаивал и себя, и пассажира тем, что в аварии больше никто не пострадал. Немецкая иномарка, опрокинувшаяся после удара, чудом никого не зацепила. Водитель был в эмоциональном шоке, как установили автоинспекторы, с признаками алкогольного опьянения. 27-летний пассажир Мерседеса получил открытую рану головы. Он был весь в крови. Оба отказались от госпитализации. На втором участнике ДТП не было ни одной царапины. А вот у его 22-летней спутницы, жительницы Оренбурга, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. Хозяин Лады рассказал, как все произошло. У меня с горки поднимался. Видел из-за руля, как произошло. С горки поднимался. Я в последний момент его заметил. На перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского у водителя Лады имелся приоритет в движении. Об этом говорит дорожный знак. Мужчина его видел и не сбавлял скорости. Как, впрочем, и владелец Мерседеса, который знал о необходимости уступить дорогу. Предполагаемый виновник происшествия, двигавшийся по улице Профсоюзной, признался, что попросту отвлекся от дороги на телефон. Я сразу выбежал к людям. Мне пофиг на себя. Мне самое главное, что люди живые были. Я понимаю свою ошибку. Я выбежал к людям, я говорю, люди живые, что они так далее. Я говорю, что это самое главное, что люди живые. Помимо Лады, Мерседес снес толпы и дорожные ограждения, после чего и опрокинулся на бок. Ущерб, который нанес водитель немецкой машины, еще только предстоит посчитать. Если подтвердиться, что за руль он сел нетрезвым, мужчину лишат водительских прав, и к сумме ущерба прибавится штраф в 30 тысяч рублей. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте.